Всем привет! Вы на канале Собервижн. Подъехал новый выпуск. Сегодня я покажу вам, как поживают мои муравьи-капканчики от Дантамаху с Баури. Расскажу, как дела у семей маленьких муравьев – лептотораксов и темнотораксов. И мы с вами сделаем первую стрижку природного формикария, а также поговорим немного о его технической части. Ну что, поехали? Итак, перед вами семья Адантамахус Баури, а конкретно только матка. Она живет у меня чуть больше месяца, но посмотрите на количество расплода. У нее неплохой пакет яиц, я думаю, около 10-15 штук. Личинок тоже прилично, около 10 на различных стадиях. Кушают они хорошо. Заботливая мама активно занимается поиском пищи для них. Если я забываю положить ей свежий кусочек таракана, то она смело отправляется на арену, где живут мокрицы. Ну как живут, я их постоянно туда заселяю, так как капканчик их очень быстро отлавливает. Они не успевают плодиться. Постоянно вижу или свежепойманных, или уже обглоданных мокриц. Ну и самое большое достижение этой семьи – это наличие уже трех коконов. Причем первый сплетен уже давно. Я думаю, в ближайшее время можно будет принимать роды. Это один из самых интересных моментов в молодых семьях, когда у вас живет одна матка, и тут появляется первый рабочий. Но не будем забегать вперед, будем просто ждать. По режиму питания у нее без изменений. Кладу ей день через день кусочек таракана, которого потом, спустя сутки, забираю, чтобы не спровоцировать вспышку клещей. А для того, чтобы она не спровоцировалась вдвойне, я заселил на арену хищных клещей. Они отличные помощники в плане борьбы с различными клещами, которые могут принести много вреда муравьям. По поводу увлажнения. Сейчас дома достаточно сухо, поэтому увлажняю формикарий два раза в неделю, примерно по 4 мл воды. Вообще, я заметил, что капканчики любят повышенную влажность, поэтому в природном формикарии им точно понравится. По поводу съемного верхнего стекла в формикарии Азия могу сказать следующее. Стекло от влаги, конечно, немножко деформировалось, но в принципе ничего критического нет. Допустимый вариант. Я думаю, в ближайшее время такая Азия появится в нашем магазине. Арена у этого формикария без особых декораций. Только кокосовый субстрат. В него я раз в неделю подселяю мокричек. Не прям большое количество, примерно штук 10. На них объявляется ночная охота, и через неделю их количество значительно уменьшается. Поэтому с численностью популяции мокричек в природном формикарии проблем быть не должно. Слишком много их не будет. Капканы будут периодически их прореживать и кормить ими свое потомство. Увлажняю я арену раз в неделю. Теперь перед вами семьи муравьев, одна из которых будет поселена в природной формикарии в качестве вторых муравьев. Мне кажется, они смогут выжить в агрессивной среде капканов и паука. Тем более, что второго я уже давненько не видел. Оп, я тут ни при чем, не надо смотреть на меня так. То есть в экран. Ручки у меня чистые, на них нет паучиной крови. Уже как недели две я не вижу обновления паутины в формикарии. Возможно, он просто затихарился или решил покинуть этот дом. Ведь пока я использую обычную крышку, которая была стандартным покровным стеклом в этом аквариуме. Естественно, по бокам есть щели. Как вы помните, я изготовил для него новое покровное стекло, которое ровно ложится сверху этой баночки. В нем проделано пять отверстий, которые я закрыл сеткой. Это полностью исключает возможность побега даже самых маленьких жителей этого формикария. Но, как оказалось, этих отверстий недостаточно для полноценной вентиляции. Растения постоянно влажные. Некоторым листьям даже поплохело. Плюс стекла постоянно запотевшие, что ухудшает наблюдение. Я попытался решить эту проблему установкой кулера. Вставил его под различными углами, менял скорость вращения путем уменьшения напряжения. Даже клал его прям сверху на вентиляционное отверстие. В принципе, последний вариант оказался наиболее продуктивным. В формикарии значительно улучшилась вентиляция. Но все равно что-то немножко не то. Где-то стекло подпотевает, где-то растения начинают наоборот подсыхать от потока ветра. В общем, я сейчас планирую изготовить новое покровное стекло. Ну а что касается мелких муравьев, так некоторые семьи, которые пришли ко мне совсем недавно, уже почти готовы к заселению. У одной семьи вообще вывелись крылатые матки и самцы. И все это, несмотря на такую численность, 15-20 рабочих. Поразительные муравьи. Очень классно их содержать дома. Это вам не огненные муравьи, которым каждую неделю подавай дополнительное пространство. Тут одного формикария хватит на всю жизнь этой семьи. И места они занимают ну очень мало. В общем, одни плюсы. Из минусов могу отметить только одно – это их размер. В общем, теперь я начинаю изготовление новой крышки. И после тестирования приступаю к заселению первой семьи. А пока посмотрите на природный формикарий. Посмотрите, как он зарос. Селегинелла значительно разрослась и достала до переднего стекла. Она начала закрепляться на переднем плане, пустила свои корни в грунт. Альтернатера достала до покровного стекла и пытается его открыть. Верхние листья от этого начали деформироваться. Химиантускуба заполонил вес передний план и имеет ковер толщиной около 4 см. Корни от верхних побегов начали прорастать в более нижние слои. Фикус отлично себя чувствует, пошел в активный рост. Мок заполонил всю глинистую часть задней стенки. Пора приступать к первой стрижке. Начнем с альтернатеры. Оставим одну-две мутовки, а все остальное обрезаем. Вот такая куча получилась. И вот что осталось в формикарии. Теперь возьмусь за селегинеллу. Обрезаю все веточки, которые вылезли на передний план и убираю все закрепленные корни. Хватается она за грунт очень солидно. Вытаскивать достаточно тяжело. Вот что срезали и вот что осталось. Сильно на ней я не отрывался. Если что, потом буду подрезать. Теперь время кубы. Срезаю практически под корень этот плотный ковер. Для удобства кисточкой сгребаю отрезанную мелочевку и вынимаю все рукой и пинцетом. В процессе стрижки решил срезать часть стаурагина, который слишком вылез на передний план. В одной части был настолько большой слой кубы, что нижние листья уже успели пожелтеть. Ну вот и все. Первая стрижка проведена. Остается вопрос, как стричь его, если заселить капканчиков и они значительно размножатся? Я все-таки думаю, что это возможно, но делать это надо будет крайне аккуратно и занимать это будет намного больше времени. Теперь ждем изготовления новой крышки. Тестируем ее и заселяем одну из мелочевок. А затем и капканчики подъедут. А на сегодня все, ребята. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и не забывайте про колокольчик. Скоро займусь большим и интересным проектом – островом Муравьев. Всем добра и хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok